Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях поэт, член Союза писателей, член Литературного объединения Звенигорье Татьяна Ивановна Васильева. Здравствуйте, Татьяна Ивановна! Очень давно мечтала встретиться с вами в этой студии. Все время у нас не получалось. Были какие-то обстоятельства, но наконец-то это произошло. Рада приветствовать вас в студии нашего канала. Сегодня хотелось бы, чтобы прозвучала прекрасная поэзия. Но начнем мы с того, как вы начали писать и когда написали свое первое стихотворение. Первое стихотворение было посвящено детям Вьетнама. В ту пору шла война там, и школьные линейки были, и мы очень сочувствовали, переживали. К сожалению, не сохранилось. Читала я его на школьной линейке с такой ответственностью и торжественностью, что мы не оставим вас в беде. Сколько вам тогда было лет? Тринадцать лет. А кто-то в семье писал или это был просто порыв души? Надо дать должное, что у нас в семье практически при желании, как говорят в альбом, может написать каждое стихотворение и прочитать к празднику. И вот даже сейчас, когда мы собираемся на праздники, на семейные, я говорю, так, ну что, они говорят, Таня, с тебя стихотворение. То есть это уже традиция, и так было всегда. Когда я приезжаю в гости, если там кто-то, вот брат Владимир писал замечательные стихи, дети мои тоже пробовали, но они говорят, ну, нам это так, ну, не очень интересуется. Может, со временем вдруг появится. Как у меня в основном увлечение написанием стихов все-таки было в более зрелом возрасте, а там только росточки были маленькие. А когда все-таки вы вернулись вот к этому, к этой творческой составляющей вашей жизни и отнеслись уже достаточно серьезно? Более активно, более активно началась вот эта жизнь со стихами, так сказать, на севере. Я прожила там около 20 лет, работала учителем начальных классов и учителем изобразительного искусства. И когда люди, приехав на север и привезя туда детей, где ничего практически не было, они испытывали неловкость, что детей оторвали от культуры, от какого-то развития. И когда я проводила школьные праздники, я потихонечку подписывала в сценарий стихи, чтобы каждый ребенок мог прочитать, мог сказать. И родители, господи, какие они были счастливые, а коллеги спрашивают, ты где такие сценарии берешь? Говорю, с земли присылают. Ну а потом как-то потихонечку вылилось, вылилось. Вы прям скрывали, да? Да, конечно. Я и не называла их стихами. Это были зарифмованные мысли, дневник в стихах, вот все что угодно, только даже не в стихах, а в этих зарифмованных мыслях. Потому что, ну знаете, сейчас как-то еще могу назвать все равно такой с дрожащей стрункой в душе. Сейчас в нашей студии не один сборник ваших стихов, а когда вышел первый. И кто все-таки вас подвиг на такой важный шаг? Мне очень повезло, я познакомилась в Надыме с замечательным человеком Людмилой Георгиевной, которая руководила литературным обществом. И оно называлось НЛО – Надымское литературное общество. И мы вот в этой летающей тарелке, как говорят, все тогда очень много было веяний надымских, о тарелках летающих. Ну это так вот образно. И хочу вам показать один из сборников, вот это самый первый сборник, альманах, где я участвовала, не мой личный. Амур и муза? Да, это было к 8 марта. И он даже не скреплен. Его просто наши руководители районного отдела образования вот таким вот образом собрали. Я работала в детском саду «Красная шапочка». И вот там был такой сборник. Ну давайте что-нибудь прочтем из первого сборника. Хорошо. Бриллиантами ветки осыпает мороз. Мои щеки румяне, обжигает до слез. Я бегу к горизонту за морозную стынь. Я бегу к горизонту, где туманная сень. Я бегу, возвращаясь в новом свете в свой день. Я живу, поднимаясь на ступень. Прекрасные строки. Прямо сразу морозец. Сегодня погода соответствующая. А на севере какие морозы? Ну, самая низкая температура, которую я пережила, минус 52 было. Говорят, были побольше, но не вот так. И вот эта северная, так сказать, часть. Вот журнал «Надым» здесь тоже печатались. В газетах. А вот что вы почувствовали, Татьяна Ивановна, когда вышла, пусть такая небольшая, скромная, но первая книга ваших стихов. Вы взяли ее в руки. Вот что вы чувствовали в тот момент? Что вам говорили ваши близкие, родные? Ой, родные мои, они просто были счастливы, радовались, поздравляли меня. А сама я чувствовала какую-то робость. Как это написано? Поймут ли меня? Услышат ли меня? Потому что иногда напишешь, а утром думаешь, ну как это я могла такое написать? Да. Вот. Поэтому, конечно же, было очень приятно и радостно. И я где-то чувствовала, что, наверное, это будет моим спутником по жизни написание стихов, или, как я говорила тогда, зарифмованных мыслей. Но были и такие стихи, сомнения, вновь пишу, хотя мне известно, что стихи мои блеклые, и такое, и такое, никому они не интересны. Потом вот такое приходило, и уже вот в зрелом возрасте мне сказал мой сын, мам, как ты там со стихами пишешь? Нет? Говорю, Ром, да все уже написано, обо всем написано. А он говорит, ну каждый смотрит по-своему и на события, и на людей, и на явления природы. А пусть это будет, мам, нашим семейным наследием. И вот эта вот такая поддержка, она как-то меня укрепила. Я стала посмелее работать, вот, в том плане, что уже старалась найти и выкроить время за хлопотами, за маленькими внуками. И с собой всегда были бумажки, записочки, блокнотики. Блокнот и карандаш всегда под рукой? Всегда, всегда. И потом, когда я однажды наводила порядок, я увидела, что есть все. Какая-то телеграмма в старину еще там отправлялись. И все, я говорю, написала стихотворение, я сейчас его, к сожалению, не взяла. Где хранятся стихи? И вот они в таком многообразии предметов хранятся, бумажных вот этих клочков, всяческих записок. Вот в тот северный период о чем были ваши стихи? О чем вы писали? Что вас волновало как поэта? Больше стихов было о природе. Потому что скоротечность лета, зима необыкновенная, с ее снежными просторами. Одно стихотворение было написано. Я шла от сестры, возвращалась. Ночь, мороз, занесено снегом все. И уже слой такой привычный. А молоденькие сосенки, макушечки, они вот так, знаете, как верхушка, а потом уже в сторону идут. И видно только вот это, и мне это, к сожалению, напомнило, как кресты. Потому что это, на этом месте был лагерь, лагерь и разъезд веселый. Там были лагеря вот того страшного периода в жизни нашей страны. И вот я шла и думала, Господи, сколько их здесь полегло. Женский лагерь был. Когда мы приехали, были остатки еще женской бани, были бараки, были железные какие-то обручи, там они делали бочки. Вот женщины при этом, при всем там занимались. И кое-что там все это оставалось. И это, конечно же, нашло отражение в ваших стихах. Может быть, что-то, вот я вижу, есть уже от тонких, небольших сборников, да, есть прям литературно-поэтический альманах. Да, вот это вот мои стихи. Может быть, я здесь вот найду сейчас северную часть, так сказать, и прочитаю о севере. Спит поселок, звонкий скрип шагов, не нарушит тишины уснувших окон. Я желаю людям добрых снов, тем, кто мне когда-то сделал плохо, тем, кого обидела сама. Пожелаю, чтоб приснилось ранним утром светлая, спокойная зима в платье из шитья и перламутра, чтобы она волшебный свет зажгла, осветить им каждое мгновение. Пусть поверят. Это я пришла попросить у них за все прощение. Прекрасные стихи. Можно из еще одной о севере. Конечно. Хитинские красавицы снегами умываются, им диадемой звездную сияние горит. Ресницы красят инием, и в зимы снежно-длинные. Мороз свои признания настойчиво твердит. Завьюженной дорогою, снежинкой недотрогаю, проходят, не оглянутся. В глазах лучистый смех. Колье, алмазы снежные, меха поля безбрежные, подаренные им севером для каждой и для всех. Хитинские красавицы полюбят, не покаются. Душа светла восходами и звонами ветров. Метели, шали мудрые и в юге светлокудрые. Не остудите временем их нежность и любовь. Северный период был очень интересный, очень хороший. И вот этот маленький сборничек, уже мой сборник, вот он тоже был издан там. И не скрою, что многие спрашивали, говорили, «Таня, ну когда ты издашь?» Потому что я со временем уже и читала. Была одна песня, которая стала и звучала несколько лет гимном поселка. Да, и на всех вот таких профессиональных праздников, газовиков, посвященные датам, юбилеям поселка, школы, эту песню всегда пели. Потом уже поменялась история и сменили. Ну что ж, все к лучшему в нашей жизни. И когда я смотрела в зал, это был самый первый мой авторский вечер. Первый сборник, первый авторский вечер. И когда я смотрела в зал на людей, а там сидели мои ученики. Даже те, которые первые уже с маленькими детками. С детьми пришли. Их родители. И я была так им благодарна и рада, что всем, как дарила когда этот сборник, я писала, «Живите в радости, будьте с радостью, не разлучайтесь с радостью». Вот слово «радость» для меня оно очень такое многозначное и емкое, потому что в жизни все бывает, и надо уметь преодолеть и радоваться тому, что есть еще один день в жизни, когда ты можешь сделать доброе дело, сказать доброе слово. Поэтому слово «радость» в моем представлении вот такое. Татьяна Ивановна, Север, конечно же, это огромная часть вашей жизни, но сейчас вы живете здесь. Конечно, конечно. Как вы попали в Звенигород? Когда вы приехали? Я живу в Звенигороде 12-й год, но люблю его очень-очень давно и знала этот город уже давно, потому что здесь жила моя сестра. Она вышла замуж всегда и в Ершово жила, в пригороде Звенигорода. Мы, когда приезжали, всегда восхищались красотой природы, ландшафтами, ландшафтами, вот эти стройные березы, сосны, да и березы тоже есть. Они всегда восхищали, радовали. Плюс теплый прием сестры. У нас очень добрые отношения сохранились на протяжении всей нашей долгой жизни. Семья была большая, мы очень дружны до сих пор. И поэтому, когда пришло время, куда именно перебираться на землю? Вопрос уже не стоял, потому что родители уже ушли в мир иной. К сожалению, дом мы не могли тогда сохранить. Мы все были работали, были молодые еще. А когда уже пришло время уезжать, как вы сказали, да, выбрали Звенигород. 12 лет. Как познакомились с Георгием Петровичем? Потому что я думаю, что это была во многом судьбоносная встреча. Я думаю, что да. Познакомились мы таким образом. Я пошла купить газеты, и вдруг объявление. А вот мне хотелось что-то вот найти, какой-то там кружок, какие-то такие вот занятия. И вдруг я вижу объявление, что в книжном магазине, прямо там же рядышком, такого-то числа, будет презентация книги. Там книжный магазин такой замечательно просторный. Там выделили место, пригласили. И я впервые там увидела Георгия Петровича. Когда подошла уже за такой авторской подписью книги, которая, конечно же, мне очень понравилась, и он спросил, а вы как? Я говорю, а он рассказывал, когда о своей судьбе он Губкинский институт упомянул. А у меня сын закончил Губкинский институт. И я говорю, Георгий Петрович, у меня вот сын закончил. И он тогда пишет, вот матери, что-то там газовика, вот там до сих пор такая интересная надпись. И вот это пошло знакомство. А потом через некоторое время еще одно объявление. Продолжают работу клуб. Приглашаем всех любителей поэзии. И вот тогда с Георгием Петровичем мы познакомились. И с той поры мы в творческой нашей деятельности неразлучно работаем. Благодарно Георгию Петровичу за его тактичность, за его бережное отношение к каждому поэту. Научит, подскажет, направит, уведет от того, что есть. И все это очень как-то душевно. По-доброму. По-доброму. Потому что он каждого человека бережет и любит. Я знаю, что, Татьяна Ивановна, вы стали помощником для Георгия Петровича. И сейчас каждый альманах, конечно же, каждая книга без вашего участия не выходит. И вы в том числе помогаете в создании. Ну, скорее всего, альманахи больше. Потому что каждый работает непосредственно с Георгием Петровичем. А вот такие задания для меня были сложные, но радостные и приятные. Знаете, что меня поразило? Читаешь иногда в авторское стихотворение одно. Ну, и, может быть, даже не всегда ты его прочувствуешь, почувствуешь. А когда ты работаешь и набираешь одно, второе, третье, ты начинаешь мыслить мыслями поэта, глазами поэта смотреть на природу. Ты открываешь заново автора нового. И это так чудесно, напряженно, трудновато. Но в итоге это большая радость, как я уже говорила, работать. Сейчас готовится к выходу в свет третий альманах. Оттуда тоже войдут и ваши стихи, конечно же. Все сейчас трудятся. И не только членов литературного объединения Звенигория, но и всех поэтов округа. То есть он уже будет таким полновесным. Я думаю, что да, и Георгий Петрович трудится очень много над этим. Я получаю определенные задания. Он гениально работает. Идеи необыкновенные. Вот второй альманах, вот этот... К 75-летию Победы, который был в выпуске. К 75-летию Победы. Вот этот бессмертный полк. Это было необыкновенное предложение, необыкновенная идея, которая сейчас. Вот прошло уже какое-то время. Мы все удивляемся вот этой прозорливости, вот этому умению, вот этому придать альманаху особый вид, особой такой вот значимости. И для нас, для каждого это значимо было. Ну, надеюсь, пусть альманах третий получится. Георгий Петрович, я думаю, что справится. Кстати, те стихи, которые вот вошли в раздел «Бессмертный полк», ваши стихи, у вас сегодня есть с собой? Да, я вот здесь, вот в этом сборничке, в своем последнем. Это последний мой свежий сборник, вышедший в сентябре. И вот здесь он посвящен моим родителям. Отец мой, участник войны, он участвовал в битве на Днепре, пулеметчик. И я могу даже прочитать стихотворение, которое называется «Девятое мая». Дело в том, что улица у нас была из семнадцати домов, небольшая. Но на ней очень много было участников войны, вдов. Вот как-то в каждом, каждый дом действительно не обошла эта беда. И вот стихотворение «Девятое мая». «Девятое мая, девятое мая». Как многих когда-то поздравить могла я. К отцовской щеке благодарно прижаться, Ему довелось в сорок третьем сражаться. Поздравить учителя, артиллериста. Был щупал, невысок. Средь друзей неречистый, Вмерзая в болото, Средь смрада и стужи Держал оборону, Снарядом контужен. Седую соседку, Зенитчицу в прошлом. Войною в огонь была юность заброшена. Вернулась с простою солдатской медалью. А в памяти дымные, грозные дали. «Девятое мая, девятое мая». Я голову низко пред ними склоняю. Если еще посмотреть, Могу только прочитать о родных краях своих, Если вы не возражаете. Это была такая история. Я возвращалась домой, В отпуск ехала. И со станции решила пройтись пешком, Полюбоваться природой, Потому что выросла природа в неотъемлемой части И состоянии даже души, и моей души. А тут дождик прошел, Черноземье, дорогу развезло, Ну, скинула босоножки, И перед тем, как уже ближе к дому, Ручьечка решила все это, так это помыть. А вода разлилась Средь зеленой травы. Это была такая красота необыкновенная. Родные реки и луга, Узнав меня, Глядят с немым укором, Зачем так нежно их любя? Хожу я где-то по другим просторам, Но, может быть, В часы разлуки, В минуты встречи первых слез Я целовать готова, Словно руки Листочек каждый уберез. Вот это встреча с Родиной. Татьяна Ивановна, о чем сейчас вы пишете, о чем ваши стихи, Изменились ли ваши мысли? Вы знаете, я иногда перечитываю стихи раннего такого периода, И думаю, Что основные жизненные Вот какие-то принципы Не особо изменились, Потому что профессия педагога Сеять в вечное и доброе, Оно как-то уже вжилось в меня. Но есть другие взгляды На многое, На умение Свою жизнь Сейчас вот в таком возрасте Как бы Наполнить новыми впечатлениями, Новыми встречами. Не лишаю себя радости Знакомиться с другими авторами, Слушать их, Читать книги. И единственное, Что может быть только Иногда появляются Какие-то нотки грусти, Проскальзывают. Но в основном, Все-таки, Я думаю, Что вот такой настрой жизненный, Он сохранился. На многое. Но не изменилось Отношение к природе, Не изменилось Вот вдохнуть ее, Увидеть. И даже утром я просыпаюсь, Обязательно бегу к окну И здороваюсь. Говорю, Здравствуй, мир. Здравствуй, небо, Птицы, солнце. Здравствуй, земля. Потому что это уже И подкорка, И в корке головного мозга. Стихами пропитаны полностью. Недавно вышла Ваша книга. Будет ли следующая? Какие планы? Планы, Как говорил Маяковский, Громадье. Главное трудиться, Главное уметь найти время, Не забываться об этом. Потому что, Когда находишься Вот в этом творческом потоке, Хотя бы по чуть-чуть. Я достала, Вы не представляете, 20-летней давности Черновики. Я думаю, Что там все это сделано. Думаю, Дай-ка я наведу порядок Своего рода. И вдруг я открываю То, Что было вроде бы и написано. Там где-то, Может быть, Немножечко не завершено. А как-то Просится уже И в сборничек. И в планах есть Подготовить новый сборник. Пробовала прозу. Была такая история. Я была маленькая. И однажды мама, Я проснулась в доме холодно. Это же деревенский дом. Ночью ветер, Все выстудил. Печка только-только началась. И я так сжавшись сидела. И вдруг мне мама говорит, Даже не говорит, Она сама глянула в окошко, И вот так тихонечко Меня манит к себе. Мне холодно влезать. Я глянула за окно. А там, Там, В утреннем свете, В оттенках от розового, Малинового, До синего, Фиолетового, Сиреневого, Не знаю, Таких оттенков. Все это вот так вот. На кустах акации, Как у нас в деревне говорили, Акатника, Сидит стайка снегирей. И я удивилась, Как мама, Подняв нас, Такое количество детей, Не устала душой. Она умеет воспринимать радость И красоту. И вот в проталинке, Я гляжу, А они такие, И глядят друг на друга. Я ей стихотворение написала, Упрос, Как будто, Хорошие ли они места выпали, Как им здесь хорошо. А мама залюбовалась, Увидела ее улыбку, Говорю, Господи, Она у нас такая молодая. Но я еще так, Может быть, Не думала, Что, Господи, Говорю, Ой, Мама так улыбается, Светло, Хорошо, Она в это время Так ручку так вытирает, А я сама. Я пока на маму загляделась, Потом в окно, А их нет. Они вспорхнули, И только осыпающиеся ини. Но финал рассказа таков, Что, И мне кажется, Сколько бы не прошло лет, Вот эти снегири, И мое открытие мамы, Как человека, Вот с такой душой, Умеющей воспринять красоту, Несмотря на то, Что пережила войну, Ухаживала до 61-го года, У папы разрывная пуль, Выходили осколки, И она все это кротко, Молча, Спокойно, Любя нас, Свою семью, Свой очаг. Я это, конечно, Уже осознала сейчас, А тогда я просто удивилась, Как она вот так может радоваться, Какие-то там снегири, А потом сама ими залюбовалась. Вот такая история. Татьяна Ивановна, В завершении нашей программы Хотелось бы что-то от вас Жизнеутверждающее. Давайте посмотрим. Залежающее на позитив, На радость. На позитив. Хорошо. Можно два стихотворения прочитать? Я недавно услышала, Что говорят, Да, о березе не модно писать. Значит, и Есенин уже нам не моден, Не может такого быть. В России взгляд куда ни кинуть, Какой дорогой ни пройти, Ни разойтись, Никак ни минуть. Березы светлые на пути, Она нежна под лунным светом, С дождями плачет до утра, И девичьи хранит секреты К влюбленным трепет на добра. Березам не врачует раны, Мечтать с ней можно обо всем. На троицу, в дома и храмы Березой веточки несем. В весенних русских хороводах Березе слава и поклон, Она любимица народа. Березонька обед заслон, Береза у крыльца родного Проводит и дождется вновь. Уставший даст мне силы снова В ней, как в России, Лишь любовь. Детской поэзии немножечко Стало получаться. Ой, ты масленица блинная, Песня звонкая, старинная, Хороводы, шари яркие, Женихи идут с подарками, А девчата очень скромные, Лишь глаза от счастья томные. Самовары раздымились, А мы чаю все опилися, Ароматный чай на травушках, Что росли в лесах-дубравушках. К нам народ все собирается, И блиночки уплетаются С икрой да со сметаной, Словно солнышко румяное. А вот игры богатырские, Караваи монастырские, Переплясы да чистушечки И творожные ватрушечки. Разгуляйся, кошелем трясни, Нынче праздник на Большой Руси, А на снежном нараздолии Уж маслену приготовили, Пусть сгорят с ней наши бедушки, А земля родит нам хлебушка, Провожаем зиму стылую, Позовем весну нам милую. Спасибо, Татьяна Ивановна, За ваше творчество, За ваши потрясающие стихи. Правильно вам сказал сын. Продолжайте писать, Продолжайте радовать, Но не только вашей семьей, Ваших близких, И, конечно же, всех жителей. Спасибо. Не только нашего округа. Спасибо. Спасибо, что сегодня были с нами. Ждем с нетерпением выхода Нового сборника, И, конечно же, третьего альманаха. Очень хочется его взять в руки И почитать. Спасибо. Спасибо. Я очень благодарна вам. И надеюсь, Что работа и по продвижению Альманаха, и нового сборника Будет продолжаться С вашего доброго пожелания. Весна строчит капелью посвящения. В подарок солнце приготовила, Смотри, для милой женщины Веснушки поздравления И розовый роман с предутренней зари. А вешний ветер, музыкант искусный, На нотный стан березовых ветвей Дохнул прозрачной, Затаенной грустью. И песню нежность посвящает ей И в знак любви К прекрасной половине Синь неба Плещется в ее глазах. О, женщина! Хочу, чтобы отныне Тебя минули Горечь и гроза. Спасибо! Спасибо! Вы смотрели программу Специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания!